Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Батия, и мы будем читать 40-ю главу этой книги сегодня. В прошлый раз мы говорили о том, что красота – это зона риска, и прекрасный юноша Иосиф подвергался риску со стороны нечестивой жены Патифара и даже со стороны самого Патифара, как мы с вами уже об этом тоже говорили. И существует очень древнее такое красивое предание о том, насколько он был красив. В Библии говорится, что он был красив и станом, и ликом. И вот это древнее предание рассказывает о том, что жена Патифара, которая влюбилась в Иосифа, она рассказывала всем своим подругам, какой красивый этот раб, которого купил ее муж, этот еврей. И все подруги не верили, ведь раб в понимании египтян и античных людей – это вещь, это даже не человек. И однажды, чтобы переубедить своих подруг, она собрала их в доме, раздала им фрукты и ножи для того, чтобы они чистили эти фрукты и ели. И когда они были в этом процессе, ножами они резали эти фрукты, она позвала Иосифа. Он вошел, и они настолько были поражены его красотой, что от невнимания, потому что все внимание ушло на него, они порезали свои руки. Он действительно был красивый человек, но он был красив не только внешне, но и внутренне. Вот, к сожалению, не всегда так совпадает. Вот в Библии говорится о другом красивом человеке. Это Авесалом, Авшалом – это сын царя Давида, о котором сказано, что не было его красивее. У него были прекрасные длинные волосы, но он оказался конченным грешником, когда восстал против собственного отца. Православная традиция называет Иосифа прекрасным. Есть разные повести, сказания древнеславянские о прекрасном Иосифе, потому что его красота, лепота, она была во всех отношениях. Это был очень гармоничный и цельный человек. Итак, мы возвращаемся к Иосифу, который заключен в темницу, причем в царскую темницу, где сидят только узники фараона, египетского царя. И мы читаем 40-ю главу книги «Бытия» с первого стиха ниже. «После сего Виночерпий, царя египетского и Хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским». Есть такое предание, что вина их заключалась в том, что Виночерпий, он нес бокал с вином к фараону, и туда залетела какая-то мошка. И фараон собрался пить и увидел эту мошку. И он разозлился. Но это все-таки незначительный проступок. А вот вина Хлебодара, в хлебе, который он подал фараону, оказался камушек, который чуть там не сломал зуб этому фараону. То есть здесь вина значительно более серьезная. «И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия из-за этой мошки, которая влетела в вино, и на главного хлебодара». Но тут вина была более серьезная. «И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Ну, мы уже знаем, что он был как бы уже не заключенным, а он был распорядителем в тюрьме. Он, правда, не мог выходить на свободу, поэтому его можно было назвать заключенным. «Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени». Начальник уже оценил личное качество Иосифа. Он поставил его над всеми внутренними делами в темнице, потому что все, чего не делал Иосиф, с ним был Господь. А так как начальник телохранителей, он понимал, он отлично понимал, что сегодня фараон своих царедворцев поместил в темницу, а завтра он может их помиловать, и они вспомнят хорошее отношение к ним в темнице и как-то благодарят этого человека. И далее мы читаем. «Однажды Виночерпию и Хлебодару, царю, царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон собственного значения». Ну, здесь надо сказать, что конструкция еврейского предложения, она очень сложная. Там получается, что каждый видел сон про другого. То есть Хлебодар видел один сон про Виночерпия, а Виночерпий видел сон про Хлебодара. Ну, это такая сложная конструкция. Здесь дается, как бы, простой перевод. «И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражей, говоря, отчего у вас сегодня печальные лица». Вот здесь мы прочитали находившихся с ним в доме господина его под стражей. Помните, я вам предлагал объяснение, что Патифары был, как бы, главным человеком в этой темнице. «Отчего у вас сегодня печальные лица?» «Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование, расскажите мне. И рассказал главный Виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему. Ну, на самом деле, здесь сложная конструкция, как я уже объяснил. И он мог рассказать сон, который приснился, на самом деле, Хлебодару, но было понятно, что это Виночерпия. Но мы, как бы, эту линию не будем рассматривать. Простое воспроизведение текста. И рассказал главный Виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему. «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, и на лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня, я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». Ну, казалось бы, здесь всё понятно, предельно понятно. Но в те времена считалось, что сон, он не настолько важен, как истолкование сна. Истолкованию сна придавали больше смысла, чем самому сну. Считалось, что человек, который имеет дар истолковывать сны, он это делает по какому-то особому наитию. Особому наитию сохранились сонники с египетских времён. «И сказал ему Иосиф, вот истолкование его, три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесёт главу твою и возвратит тебя на место твоё, и ты подашь чашу фараонову в руку его по-прежнему обыкновению, когда ты был у него в виночерпием». Ну, как и предполагал начальник темницы, что с такими людьми надо обращаться осторожно, потому что фараон может вспомнить о них и помиловать. Иосиф, истолковав сон, он говорит, «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Древние языкеты считали, что Иосиф вот этими словами согрешил. А в чём? Непонятно. Здесь не видно упования на Бога. Иосифу свойственно было говорить немножко иначе. А здесь он полагает надежду на этого язычника, а в еврейском народе была пословица, что у язычников короткая память. Они очень быстро забывают то хорошее, что для них сделали, но очень долго помнят, как злопамятные люди, что плохое было сделано против них. И надежды Иосифа будут обмануты аж на несколько лет. Главный Хребодар увидел, что истолковал он хорошо. Вот видите, главный Хребодар увидел, что истолкование хорошее. Для них это важнее, чем сам сон. И сказал Иосифу, мне так же снилось, вот на голове у меня три корзины решетчатых, в верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря, и птицы клевали её из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф и сказал. Вот истолкование его, то есть твоего сна. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. А чему может нас это научить? Вот эта история с Хребодаром и Иосифом. От человека нельзя скрывать диагноз. Вот если в советское время человек заболевал, его все убеждали, что всё в порядке. Вот если кто-то из вас читал роман, повесть Александра Солженицына «Раковый корпус», там как раз это видно, как всё время лгут больным людям, когда уже человек при смерти, ему говорят, вы идёте на поправку, и так далее, и так далее. Так вот здесь создаётся прецедент, что человек имеет право знать о себе даже горькую правду. Тем более, если это касается его смерти, которая вот-вот произойдёт. Ведь очень важно, когда человек примет какие-то нравственные решения перед смертью, когда он вернёт там долги, примириться с другими людьми. Поэтому вот здесь такой явный библейский прецедент, что пусть это очень горькая правда, самая горькая правда, может быть, для человека узнать, что всё кончится вот через три дня, но это же его жизнь. И во многих странах, где христианские принципы более серьёзно соблюдаются, чем в постсоветском пространстве России, там просто вменяют в обязанность врачу, если он видит угрозу жизни человека, прийти и сказать ему, пригласить там священника, нотариуса, если надо делать какое-то завещание, потому что нельзя одр умирающего окружать обманом, когда все дружно кивают, говорят, ты идёшь на поправку и так далее. Потому что последние мгновения жизни человека, последние часы – это великая драгоценность. Ибо сказано, в чём Господь застанет кого, в том и судит. Вот такой урок нам преподает вот этот диалог. И далее мы читаем. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих. Ну, наверное, вспомнил. Вот привычное лицо виночерпия. Мошка залетела – это всё-таки случайность. А вот камушек, может, у него до сих пор ныл зуб – это уже проступок. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараонову. Это было привычно для фараона. А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Коротка память язычников и возлагать на них надежду так, как возложил Иосиф, это было неправильно. Он мог попросить, призвать имя Божие там. Это было бы более разумно. Пусть Господь тебе напомнит. А он уцепился за эту ситуацию, как за последнюю какую-то соломинку. И теперь два года он еще будет сидеть в этой темнице. Кто-то может сказать, а неужели все так строго? Да. Со своих избранных Господь спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Вспомните смерть Моисея, оплошность, которую он перед смертью совершил. Некоторые, когда читают, не могут даже понять, а в чем она заключается. Потому что Господь хочет видеть нас святыми, особенно избранных своих. Поэтому он с них, со своих избранников спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать с вами 41-ю главу книги Бытия. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о том, что новая беседа уже вышла. Спасибо всех, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok